В средство массовой информации ненадолго вернулось имя кенийского пастора Международной Церкви Благая Весть Пола Маккензи, который уговорил своих прихожан принять смерть от голода, чтобы поскорее встретиться с Иисусом на небесах. И обязательно до запланированного самим же проповедником на август 23-го года конца света. Первые массовые захоронения последователей Маккензи были найдены в апреле на территории его фермы. Большинство еще живых верующих отказывались принимать помощь и употреблять пищу и воду, все еще надеясь попасть в рай. Территория поисков к тому времени постепенно расширялась, и последние на данный момент находки были сделаны уже в соседнем с фермой лесу. Там нашли останки умерших от голода взрослых, а вот дети оказались задушены. Сам пастор почему-то предпочел с Иисусом не встречаться и сейчас находится под следствием. Впрочем, свой первый приговор он уже услышал, хотя он, наверное, не совсем такой, какой ожидали. 10 ноября пастора Маккензи признали виновным в распространении пиратских фильмов. Непосредственно приговоры гласят только в декабре, а вот дело о создании религиозного культа, похоже, разваливается на глазах. Пастору до сих пор не предъявили обвинения в гибели не менее 428 человек, хотя он является главным подозреваемым. Ко всему прочему, с него еще и сняли обвинения в принуждении детей своих адептов к непосещению школы и распространении проповеди ненависти в отношении мусульман, буддистов и индуистов. Тем не менее, прокуратура потребовала оставить пастора под стражей, для того, чтобы полиция смогла закончить расследование массовой гибели последователей культа голодания. Нисколько не удивлюсь, если через пару месяцев скажут, что верующие, перед тем, как принять исключительно добровольную смерть от голода, собственноручно задушили своих детей, а сам пастор здесь вообще ни при чем. Ранее он уже выходил сухим из воды в делах и радикальных проповедях и смертях двух детей от голода. Что изменилось с тех пор? Разве что только значительно подскочило число жертв пастора. Ну кому есть дело до 400 бедняков из максимально религиозной и христианской страны, погибших к тому же исключительно из-за собственной глупости? Сейчас пастор Маккензи находится в тюрьме, чувствует себя хорошо и улыбается, когда попадает в объективы фото и видеокамер. В общем, не голодает и, наверное, почти счастлив. Что, однако, нельзя сказать о его последователях, которые хоть и умерли от голода по его совету, но с господом так и не встретились. И не встретятся. Католическая церковь пытается восстановить свои сильно поредевшие в последнее время ряды, идя на значительные уступки современным тенденциям, которые зачастую бывают очень далеки от замшелых библейских принципов. В первую очередь это касается отношения к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которых в свое время, во всяком случае на страницах Библии, собственноручно уничтожал сам Бог. Было это, если вообще было, много-много лет назад. И с тех пор все очень сильно изменилось. Не хотела меняться только церковь, желавшая и дальше безбедно существовать благодаря религиозному учению, постулаты которого давно морально устарели. Прекрасно понимая, что не пойти на уступки обществу, уже по-иному смотрящему на те проблемы, которые раньше, во времена становления Бога избранного народа, решались просто, но топорно, означает не только потерю адептов, но и вполне вероятно прекращение существования самой религиозной организации. В католической церкви все чаще решаются на весьма непопулярные в глазах консерваторов шаги. Ну а что, хочешь жить, умей вертеться. В конце октября папа Франциск неожиданно дал добро на участие в церковных обрядах гомосексуалистов и трансгендеров. При одном условии. Если их присутствие в таинствах не будет вызывать недовольство общины и при отсутствии риска дезориентации верующих. Такое решение стало логическим продолжением, объявленной Франциском смене парадигмы, вызванной необходимостью учета современных достижений науки, культуры и опыта человечества. Другими словами, дабы лучше реагировать и отвечать на вызовы времени, папа предлагает церкви меняться. Или, если быть точнее, подстраиваться под нынешние реалии для того, чтобы евангелизационная миссия католической церкви могла идти в ногу со временем, а не отставать от него и тем самым быть неэффективной. Напомню, что еще в 2021 году Ватикан отказывал геям в венчании. Внезапное переобувание на лету, видимо, свидетельствует о том, что позиции католической церкви ухудшаются еще быстрее, чем мы думали. Все это, как уже говорилось ранее, вызывает ропот со стороны приверженцев консервативных кругов католической церкви. И к чему все это приведет, пока неясно. Ясно только то, что перед религиозной организацией стоит весьма непростой выбор. Либо заняться корректировкой своего учения, что не так уж и сложно, учитывая поразительную гибкость религиозных текстов в части оправдания диаметрально противоположных вещей. Либо продолжить смотреть на то, как количество прихожан сокращается бешеными темпами. Храмы закрываются из-за того, что в них попросту некому молиться, бога уже мало кто боится, а в рай верят еще меньше, чем в самого создателя. Вопрос в другом. Сработает ли план Ватикана и сумеет ли церковь расширить свою аудиторию, скрипя зубами и идя на уступки ЛГБТ? В то же время в России русская православная церковь, недавно объявив экстракорпоральное оплодотворение неприемлемой процедурой, все туже закручивает духовные гайки, чувствуя, что консервативный запрос в обществе имеется. В первую очередь со стороны верующих, а остальным, в общем-то, плевать на все эти церковные инициативы. И грех не сыграть на этом, проталкивая собственный интерес. Так патриарх Кирилл заявил, что отговаривание женщин от абортов, словно по движению волшебной палочки, решит все демографические проблемы страны. Это преступление. И где же, как не в России, где действительно проблема с популяцией существует? Огромная страна, а население совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике, это уже в последнюю очередь, но это тоже. Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей. Это факт очевидный, его все предназнают, и политики, и социологи. Но для того, чтобы это было так, кто-то там должен работать реально для того, чтобы увеличивалось население. А население может увеличиться. Просто, знаете, по движению волшебной палочки. Если вот эту проблему решим, если научимся отговаривать женщин от свершения абортов, сразу статистика пойдет вверх. Дело в том, что и Владимира Михайловича, и его светских начальников очень сильно волнует вопрос постоянно сокращающегося населения. Но по причине невозможности преодолеть эту проблему цивилизованными способами, единственное, на что способны распространители духовности, это запреты, наказания, сроки. При полном непонимании того, что вытеснение абортов в подполье не поможет повышению рождаемости, а напротив, только ухудшит ситуацию. Главный служитель культа страны, безусловно, должен продвигать веру в чудо. Но не до такой же степени, чтобы рожать духовное поголовье взмахом какой-то волшебной палочки. Единственное, чего можно добиться такими методами, это быстрое и катастрофическое перенаселение детских домов. И ради чего? Просто потому, что в большой стране, по мнению патриарха, должно жить много людей? Или потому, что РПЦ понастроила кучу храмов, а ходить в них некому? В 2019 году патриарх утверждал, что если бы не аборты, из-за которых не рождается около миллиона детей в год, то где-то к 2040 году население России достигло бы 166 миллионов. Однако никаких миллионов абортов в России нет и в помине. По данным Росстата, в 2017 году было сделано примерно 780 тысяч абортов. Минздрав тогда озвучивал еще меньшую цифру – 627 тысяч. Простой подсчет показывает, что если прямо сейчас на законодательном уровне запретить аборты в тех случаях, когда беременность не угрожает здоровью матери, то получится вовсе не та масштабная цифра, какую в свое время озвучил глава РПЦ. Порядка 300 тысяч детей в год даже при самых смелых подсчетах. Но и это не главное. Главное то, что после своего запрета практика абортов как таковая никуда не исчезнет. Она просто уйдет в тень, и Гундяев аккуратно обходит стороной очень важный вопрос, об угрозе для здоровья матерей, которые все равно будут прерывать беременность, но уже в подпольных условиях. В 1936 году в СССР сначала запретили аборты, а спустя 20 лет вновь разрешили. Потому что после запрета и ожидаемого, но короткого всплеска рождаемости число новорожденных стало постепенно снижаться, а власти столкнулись с проблемой детоубийства и увеличением материнской смертности из-за того, что женщины проводили аборты в домашних условиях. История, увы, нас ничему не учит. Вернее, она как раз таки пытается, но брать у нее уроки мы категорически отказываемся, воображая, что у нас имеется свой особый путь, по которому мы обязательно должны пройти, даже если существует высокий риск набить немало шишек от контакта с граблями, разбросанными на протяжении всей этой дороги. Граблями, на которые мы уже наступали раньше, причем не единожды, и еще не раз наступим. Не особо убедительными оказались и недавние слова главного служителя культа страны о готовности церкви забирать на попечение детей, рожденных после отказа от аборта. Всем понятно, для чего патриарху нужны эти сироты. Но легко сказать, не просто сделать. А Владимир Михайлович, кроме дешевого популизма, судя по всему, даже и не пытался что-то предпринимать. Хотя, думаю, вариант с переполненными детскими домами вполне устроит Гундяева и его организацию, везде и всюду старающуюся распространять религиозные споры. Тем более, что с бесправными сиротами и работать на невидуковности гораздо проще. А в ворота Владимира Михайловича уже давно настойчиво стучится та же самая беда, которая не дает покоя папе римскому. Помните сумасшедшие коронавирусные 2020 и 2021 годы? Это было время, когда на свет божий вылезли самые страшные демоны суеверия, скрывающиеся за внешне безобидной личиной религиозности. Внезапно все стали большими скептиками, но лишь тогда, когда дело касалось доверия науки в деле борьбы с инфекционными заболеваниями, вакцинацией и т.п. появились отрицатели COVID-19, которым впору было объединяться в полноценную религиозную общину под лозунгом «Не страшнее ОРВИ». Они не верили ни в какой вирус, но при этом искренне полагали, что он распространяется при помощи вышек связи 5G, из-за чего и сражались с этими вышками с переменным успехом. Буйным цветом расцвела старая добрая конспирология. Немало досталось Биллу Гейтсу, которого обвинили почти во всех смертных грехах, в том числе и в работе на некое мировое правительство и, главное, в намерении чипировать все население планеты путем распространения вакцины от COVID-19. Церквям тоже пришлось не сладко. Те священники и миряне, которые сверх меры бравировали своей верой и демонстративно не боялись заболеть, ибо, как считали, их оберегает сам Всевышний. В конце концов заболевали, а многие из них умирали и только на смертном адре понимали, что их подвела то ли чрезмерная вера, то ли сам Бог. Кто-то закрывал свои культовые сооружения, мудро признавая компетентность и авторитет ученых. Другие пеклись исключительно о духовном бизнесе, так что о приостановке деятельности пунктов по распределению Божьей благодати и отмене массовых религиозных мероприятий слушать не хотели, чем вносили собственную лепту в распространение инфекции. Короче говоря, невежество слишком дорого обошлось человечеству во времена пандемии. Однако, если в обозримом будущем нам еще раз придется столкнуться с чем-то подобным, а тем более во много раз худшим, то, боюсь, предыдущий печальный опыт пандемии вряд ли поможет сократить количество жертв. В ноябре Сенат штата Висконсин, большинство мест в котором заняты республиканцами, принял поправку к конституции штата, согласно которой церквям разрешается оставаться открытыми даже во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Таким образом, основной закон Висконсина дополнился следующим абзацом. Штат или политическое подразделение штата не должны отдавать приказ о закрытии или запрете собраний в местах отправления культа в ответ на чрезвычайное положение на национальном, государственном или местном уровне, включая чрезвычайную ситуацию, связанную со здравоохранением. Это означает, что через несколько лет, когда новая поправка станет законом, в случае очередной пандемии, угрожающей здоровью и жизни людей, никто не сможет повлиять на решения пасторов и священников не ограничивать участие верующих в религиозных службах и не закрывать церкви. Инфекция будет активно распространяться в культовых сооружениях и на религиозных собраниях, но на это закроют глаза, потому что, цитирую самый первый абзац Конституции Висконсина, «право каждого человека поклоняться всемогущему Богу в соответствии с велениями совести никогда не должно нарушаться». Даже если в штате Висконсин внезапно наступит зомби-апокалипсис, то служители культа также будут иметь полное право не закрывать двери своих религиозных контор. Ну, вдруг кому-то в это непростое время понадобится духовная поддержка. Я могу понять верующих, считающих себя неуязвимыми, потому что их защищает Бог. К счастью, такие убеждения, как и их носители, как правило, долго не живут. Но подвергать риску жизни окружающих не имеют права даже те, кто верит в воображаемого всемогущего Творца. Каждый сам определяет свою судьбу, но при этом совершенно точно не стоит тащить за собой на тот свет других. Выходит, что под видом заботы о глупости, возведенной в разряд непоколебимых и священных религиозных верований, законодатели штата Висконсин фактически разрешили церкви убивать людей. Многие люди не верят в чудеса, потому что в Бога не верят. А что такое чудо? Чудо – это такое действие силы Божией, которое малообъяснимо с точки зрения человеческих законов, обычаях, культуры и так далее. Что-то необычное, чудное или чудное, как в народе говорят. То есть то, что не умещается в сознании. Вот в каком-то смысле возвращение иконы Казанской Божией Матери в дом свой, в этот храм, воссозданный, кстати, после полного уничтожения, несомненно является знаком милости Божией для всех нас, а значим чудом Божьим. Ну и, конечно, особая ответственность за клирк, где пребывающий, чтобы перед этим образом постоянно совершались молитвы за страну нашу, за президента нашего, за патриарха, за властей, за воинство, за духовенство, за народ наш. Потому что ведь милость Божия через Деву Марию, Царицу Небесную, через святых угодников простирается к нам в ответ на нашу веру и на нашу молитву. Под лежащий камень вода не течет. И если у нас нету этого внутреннего движения сердечного, если ослабляется наша вера, если возникает такое кощунственное привыкание к святыне, то тогда и благодать не действует. Вот дай Бог, чтобы ток благодати был сильным, исцеляющим и укрепляющим нас. Источником этого тока является сам Бог. Через Его причистую Матерь, через святых угодников, через святыни. А вот на конце провода мы, каждый знаком сегодня с тем, как осуществляется перемещение электронов через провод, как осуществляется электрическая связь. И все знают, что должен быть источник и должен быть приемник. Вот источником благодати является Бог, а приемником мы являемся сами. Если приемник выключен, то и тока нет. Господь не прекращает быть источником, даже по нашей греховности. А вот мы часто свой приемник отключаем, как я говорю, по неведению, по забвению, по окамененному нечувствию или по какой-то непонятной, иррациональной невере в Бога. Отрицание Господа лишь только потому, что в мишкам человек не может все это отхватить. Ну, если не понимаю, значит и нет. Ага! Дули вам всем! Пусть Господь хранит вас! Субтитры создавал DimaTorzok